Уважаемые коллеги, мы из Санкт-Петербурга хотели бы с вами поговорить по теме героизма Ленинграда. И соответственно я бы хотел по этой проблеме спустя 77 лет, когда мы обозначили завершение Великой Отечественной войны, вернуться к этой проблеме, потому что она имеет очень серьезное политическое значение для воспитания нынешней молодежи. Но даже сегодня пытаются извратить суть героической обороны Ленинграда, пытаясь доказать, что она не имела никакого исторического значения и без нее могли бы обойтись. Для фашистов англосаксы были единокровные друзья, которых надо было наказать за то, что они проиграли в Первую мировую войну. Они их оккупировали, но они цель ставили оккупировать, вернуть свои земли, обозначить контрибуцию, чтобы они оплатили все их, как говорится, затраты на войну. Мы должны объяснить молодежи, а что ждало нас в результате завоевания немцами Ленинграда, Советского Союза. А очень просто. Мы для них были унтерменш, недочеловеки. И задача ставилась не завоевать, а уничтожить. Уничтожить за существование нашего государства, за наш суверенитет, за то, чтобы не погиб город. Всем хорошо известно, какие задачи ставил Гитлер по отношению к Ленинграду и Москве. Уничтожить. Потому что Гитлер сказал дословно, что финны не хотят получить Ленинград в таком виде, в котором он есть. Два с половиной миллиона населения. Их надо кормить. А у немцев и у финнов уже были карточки. Поэтому уничтожение советских людей, советского государства, это была основная цель. И мы сегодня должны убедить, рассказать, показать на конкретных примерах, например, геноцида советского народа в годы Великой Отечественной войны, что цель ставилась уничтожить, а не завоевать. Это самое главное. А как это делается? Да очень просто. Надо подготовить наших учителей. Надо подготовить, соответственно, людей, которые встречаются с молодежью. Это преподаватели. Это профессора военных университетов и академий. Уважаемые коллеги, вы прекрасно понимаете, что сегодня, после того, как перестал существовать Советский Союз, мы пытаемся объединить свои условия. Это, например, ДКБ. Организация договора коллективной безопасности. Которая является как бы квинтэссенцией наших общих взглядов на те проблемы, которые сегодня возникают в мире. И очень хорошо бы было, если бы мы действовали совместными усилиями и в проблемах воспитания молодежи и ответы на сложные вопросы, которые возникают по проблемам Великой Отечественной войны. И еще один вопрос. Специальная операция, которая проводится, идет речь не об украинском народе. Владимир Владимирович Путин неоднократно подчеркал, мы один народ. Мы не воюем сами с собой. Мы против тех лиц, которые пытаются провести нацификацию. А наша задача провести де-нацификацию, де-милитаризацию. Вот наша задача и цель. Нам не ставится задача уничтожить кого-то, наказать кого-то, а снять вот эту организацию, которая фашизирует Украину и которая пытается быть противовесом России. И 5000 километров нашей границы превращаются, извините, в пылающий огонь. Безусловно, патриотическое воспитание это очень важная проблема сегодня переформатировать нашу молодежь, так как она объективно должна знать свою историю. И я хотел бы, чтобы мои коллеги в других странах СНГ, наши коллеги, как говорится, бывшего Советского Союза, создали такую структуру, которая совместно могла бы противостоять коллективному Западу, который пытается нивелировать, уничтожить наши завоевания. Мы сегодня видим, что идет изменение мировой структуры геополитической. И поэтому я призываю своих коллег, чтобы они очень целенаправленно работали, как говорят, дудели в одну дуду, как говорится, в одну сторону смотрели, в одну сторону, как говорится, вели свою работу с молодежью и с населением, чтобы мы объединили свои усилия, и тогда победа будет за нами.